Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. Ближайшие 10 минут о главных городских событиях. С вами Любовь Мишакова. Смотрите в информационном выпуске. Еженедельное совещание у главы администрации. Итоги всероссийского командно-штабного учения. Слёт детских общественных организаций города. Апельсиновая берёза креативила в Десногорске. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В декабре сотрудники МЧС будут проводить внеплановые проверки пожарной безопасности объектов, где пройдут праздничные мероприятия, в том числе те места, где предполагается массовое участие детей. Под контролем также будут находиться места хранения и реализации пиротехнических изделий. На очередном плановом совещании глава администрации представил Андрея Олейникова, назначенного на должность руководителя службы благоустройства. 30 ноября Вячеслав Сидунков принял участие в публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2016 год. Бюджет сложный, бюджет меньше даже на 2016 год в расходной части, чем бюджет текущего 2015 года. В то же время в областном бюджете оставлены все позиции социальной направленности, все меры социальной поддержки и оставлены в цифрах 2015 года затраты по всем ключевым направлениям, образования, культуры, спорта, здравоохранения. Есть новеллы. Впервые с 2004 года бюджет на 2016 год областной закладывается и планируется бездефицитный. Доходная часть будет равна расходной. Местный бюджет будет приниматься в таких же непростых условиях. И 7 декабря его проект должен быть представлен на рассмотрение депутатов Десногорского городского совета. С 3 декабря отдел социальной защиты населения начинает выдавать новогодние подарки некоторым категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети-инвалиды и дети из многодетных малообеспеченных семей в возрасте от 1 года до 17 лет. В медсанчасть 135 поступили две новые машины скорой помощи и до конца года ожидается поступление еще двух. На учете в Центре занятости населения состоят 157 человек. 113 из них получают пособия. Уровень безработицы в ноябре составил 0,71%. Сведения о сокращении поступили от трех предприятий на 12 человек. Работа Десногорского муниципального звена Единой государственной системы предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2015 году была направлена на защиту и обучение населения действиям в ЧАЭС, а самое главное – на предупреждение чрезвычайных ситуаций, так как предупредить ЧАЭС – значит избежать немалых материальных и психологических затрат. Все вопросы, связанные с обеспечением нормальной безопасной жизнедеятельности города, обсуждались на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Принимались соответствующие решения и разрабатывались необходимые мероприятия. В тесном сотрудничестве со всеми службами, объектами экономики, учреждениями и организациями Десногорска, Управлением по делам ГО и ЧАЭС проведена большая работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по обучению населения действиям в ЧАЭС, по оказанию помощи населению города в той или иной чрезвычайной ситуации. В единую дежурно-диспетчерскую службу за 2015 год поступило 41 4444 звонка. Совершено 1359 выездов для проведения аварийно-спасательной и других неотложных работ службами города, в том числе поисково-спасательным отрядом 534 выезда. В течение года Управлением по делам ГО и ЧАЭС на объектах экономики Десногорска проводились тренировки, командно-штабные и тактико-спасательные учения. Таких тренировок по закреплению теоретических знаний и приобретению практических навыков по предупреждению ЧАЭС и ликвидации их последствий проведено 82. А с 17 по 19 ноября были проведены всероссийские командно-штабные учения по гражданской обороне, цель которых – проверка готовности сил и средств ГО. Глава администрации муниципального образования город Десногорск сообщила о поставленных задачах и порядке проведения учений. Координировала работы по проведению КШУ Управления ГО и ЧАЭС Десногорска. Должное внимание обращалось на работу эвакуационной комиссии. Председатель ВАК-комиссии, замглавы администрации Сергей Тощев в ходе селекторного совещания доложила готовность к эвакуационным мероприятиям. Основными задачами эвакуационной комиссии муниципального образования являются организация разработки и корректировки планов эвакуации, организация и контроль за всесторонним обеспечением эвакуационных мероприятий, организация и контроль за своевременным комплектованием, качественной подготовкой эвакуационных органов. Во время учений специалистами учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля проводились исследования зараженности воздуха и почвы. На базе автотранспортного предприятия ЗАО РНП «Автотранс» был развернут пункт обеззараживания техники с измерением доз радиационного заражения до помывки и после, а также передвижной пункт питания. Профессионализм, постоянная готовность к защите населения от чрезвычайных ситуаций, предупреждения ЧАЭС Десногорского муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций оценены по достоинству. На итоговом видеоселекторном совещании заместитель начальника Центрального регионального центра полковник Лутошкин и председатель областной комиссии по чрезвычайным ситуациям Юрий Пучков поблагодарили руководящий состав Десногорского муниципального звена РСЧС за проведение учений на соответствующем уровне. Жители Смоленской области будут полностью обеспечены льготными лекарствами в 2016 году. Об этом стало известно на заседании коллегии Департамента Смоленской области по здравоохранению. В 2016 году будут обеспечены в полном объеме лекарственными препаратами как федеральные, так и региональные льготники. К федеральным льготникам относятся инвалиды по заболеванию, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, малолетние узники концлагерей, блокадники Ленинграда и дети-инвалиды некоторые другие категории. К региональным льготникам относятся лица, не имеющие инвалидности, но страдающие сахарным диабетом, бронхиальной астмой, дети до 3 лет, лица, перенесшие инфаркт миокарда, получать лекарственные препараты до 6 месяцев, онкологические пациенты без группы инвалидности, граждане, страдающие болезнью Паркинсона, миостыни и некоторые другие заболевания. Кроме того, в полном объеме будут обеспечены лекарственными препаратами лица с высокозатратными заболеваниями. Это болезнь ГАШЕ, гипофизарный нанизм, онкогематология, муковисцидоз, рассеянный склероз. Стоит отметить, что обстановка с лекарственным обеспечением льготников в Смоленской области благодаря решениям губернатора и предпринимаемым региональными властями мерам остается нормальной и стабильной. Холод и снег людям не помеха, когда они хотят выпить. За минувшую неделю по области сотрудниками полиции в ходе профилактических рейдов пресечено 732 правонарушения, связанных с потреблением алкогольной продукции в общественных местах. Также к административной ответственности привлечено 233 гражданина за появление в общественном месте в состоянии объединения, 62 за мелкое хулиганство. У нас в Десногорске 4 детских общественных организации, которые действуют на базе школ. 27 ноября их представители собрались на слет «Я помню, я горжусь». Мероприятия посвятили 70-летнему юбилею Великой Победы. Каждая детская школьная организация представила свою работу. В этом году ребята исследовали историю и деятельность Десногорских поисковых отрядов «Высота», «Обелиск» и «За Родину», представители которых присутствовали на мероприятии. Все отряды подготовились очень хорошо. Мне, профессионалу, было очень приятно все это слушать, потому что они и обладали очень хорошими материалами, отлично выступали. Вот даже честное слово могу сказать, что мне даже некого выделить. До такой степени все прекрасно и хорошо. Все материалы, которые ребята нашли и представили на слете, будут храниться в школьных музеях и использоваться на уроках истории. Памятник женщине-матери, труженице и солдатке установили в Ельне 27 ноября. Инициатором такой идеи стал Ельнинский совет ветеранов войны. Давняя мечта ветеранов и жителей города гвардейской славы воплощена в жизнь благодаря содействию областной администрации, Смоленской атомной станции, префектуры Москвы и всех неравнодушных людей, внесших посильную лепту в благое дело. Монумент высотой в 2,5 метра установили в сквере боевой славы. Апельсиновая береза – проект для тех, кто верит в чудеса и верно идет к своей цели. Под таким девизом два дня на сцене творили в свое удовольствие чтецы, вокалисты и танцоры. 27-28 ноября в Десногорске работал международный образовательный конкурсный проект «Апельсиновая береза». Этот конкурс проходит в нашем городе не впервые. В этом году на сцене городского дома культуры встретились юные артисты из Десногорска, Рославля и Смоленска. В первый день соревновались мастера художественного слова и вокалисты. Проект «Апельсиновая береза» уникален по своему замыслу и реализации. Любые желания, любые мечты, которые дети хотят воплотить в жизнь, здесь все приемлемо. Здесь один только критерий – это должно быть просто талантливо. Жизнь проекта не заканчивается конкурсом. Он имеет образовательную составляющую как для ребят, так и для их учителей. Образовательно – это даже, можно сказать, в первую очередь, потому что на наших конкурсах всегда есть анализы работ, то есть где мы даем возможность педагогу поделиться с педагогом нашим мнением. Создатель этого проекта Роман Зоркий талантлив и креативен. Для совместной работы он привлекает специалистов, которые могут поделиться знаниями и опытом. Своей энергией он может заразить любого участника конкурса. А пчелочка золотая, а что ж ты жужжишь, жужжишь, жаля, жаля, жалко мне, что ж ты жужжишь. Ребята признают необычность этого конкурса и готовы креативить даже в коридоре. Ваш небо, ваш родимый дом, первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом. Второй день фестиваля завершился торжественным награждением. А теперь новости спорта. Подведены итоги 25-й спартакиады среди работников Смоленской АЭС и подрядных организаций. Юбилейная спартакиада стала самой массовой. В ней приняли участие более полутора тысяч человек. 186 комплектов наград было вручено победителям и призерам. В общекомандном зачете золотым призером стала команда реакторного цеха. На второй ступени пьедестала почета команда «Безопасность». Бронзы удостойна команда цеха обеспечивающих систем. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. disna-tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова